МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О нем говорили, что он воспел жизнь народа и постиг его душу. О его редкой музыкальности слагались легенды. В его творческом наследии около 60 кюев, а его бессмертный кюсер и арка относятся к лучшим произведениям, когда-либо созданным в истории казахской инструментальной музыки. Здравствуйте! Судьба и творчество великого казахского кюши-композитора Курмаказы Сакарбаевлы сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бытует мнение, правда это или нет, что когда люди слушают произведения Курмаказы, создается впечатление, что они изначально были созданы для оркестра, а уже потом переложены на дамбру. Вот у вас какое ощущение? Ну, я думаю, что правильнее будет сказать так, что именно кю и Курмаказы очень удобно ложатся под игру оркестра, потому что у него такая очень хорошая форма. Его каждый кю – это его биография жизни. И она очень так по форме удачно сложена. Вот если взять первое колено, второе, малое, большое, она очень хорошо подходит под оркестр. Вот этот кю с арарка, он постоянно звучал во сценах, как и оркестрового, так и сольного. Это всегда чередуется. А вы любите и ту, и ту версию? Я всегда люблю и ту, и ту, потому что оркестровая – это своеобразная такая картинка, которой нужно трактует дирижер. И мы должны под его волшебную палочку играть так, специально под специальный рисунок. А сольная, она имеет чуть-чуть другое направление. Ты играешь, ты выражаешь себя. Понимаете? Ты сам себе дирижер, ты сам себе исполнитель. Мальфород, сегодня мы говорим о Курмангазе. И согласно источникам, будучи мальчиком 8 лет, он встретил Узака, знаменитого народного исполнителя, который приехал к ним в аул. И именно эта встреча полностью изменила его жизнь. И эта жизнь стала музыкальной. И затем была еще одна знаменательная встреча. Это было в 1862 году. Это была встреча с Долит Киреем. Дело в том, что вот такое соединение двух великих кьюши, которые встретились друг с другом, несмотря на такое разное социальное положение, это действительно необычно. Эта встреча повлияла не только на творчество Курмангазы и Долит Кирея в дальнейшем, но очень сильно повлияла на вообще становление этих школ. Потому что школа Курмангазы – это одна школа, это его ученики, Мамент, Дина, Кокпала. И школа Долит Кирея – это другая школа. И вот эти вот две школы, их переплетение двух стилей началось вот именно с этого момента. Долит Кирей, ну вот это вот тонкое отношение к звуку, это тоже зависело от того, что его вот этой роли, да, у него даже произведения так и называются, Жильдермия, вот Схарма, как бы вот пусть не громко будет, пусть будет красиво, пусть будет мягко. И, ну вот стилистика, как он держал инструмент, как у него форма, очень много у него очень мелких таких обыгрываний красивых. Вот он очень тонкое отношение к звуку. Курман-Газе – это патетика, это страсть, это сила. Курман-Газе вообще сам родился таким. Говорят же, на один век такой вот человек гениальный. Он является вот нашим самым мэтром, можно сказать, нашим погонением казахской домбровой школы. Он внедрил туда вот некоторые, как композитор, формы, вот кюев. Он усовершенствовал, добавил, как можно сказать, если по музыкальному термину, домбровому термину, кюль 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 сага, большой сага. Он охватывает диапазон инструмента по любым возможностям. Поэтому для казахского народа Курман-Газе является великим и исполнителем, и композитом. Курман-Газе Вообще говоря, что этот кюль достаточно сложен для исполнения. И вообще требуются какие-то дополнительные навыки, чтобы действительно проявить себя и исполнить этот кюль так, чтобы зал замер, а потом выдохнул. Любой кюль сам по себе сложен. Не исключение кюль сарарка. Освоить этот кюль, скажем так, скелет этого кюль сарарки, несложно. А сложно сыграть его очень вкусно. Потому что нужно освоить манеру игры, технические характеристики. Допустим, если взять правую руку, многие новички, не зная всех правил, как правильно играть, они, некоторые, могут так использовать полностью всю руку. Они же не знают, как это играть. Они всю руку используют. И, естественно, когда доходит до поднятия в темповом плане, то они начинают всю руку, скажем так, с такой большой амплитудой, размашистыми штриховыми движениями играть, то, получается, они до конца этого кюль не выдерживают и останавливаются, потому что устают. Правильно нужно всегда играть так. Другими словами, вот эта часть руки должна вращаться. Вот эта часть кисти, она должна быть немного согнута, но, естественно, не так, и она в более так свободном порядке согнута, и она должна играть. Другими словами, минимальное сопротивление. И, естественно, пальцы левой руки, они должны соблюдать одинаковую координацию, что и правая рука. Если мы хотим сейчас, на сегодняшний день, понимать ценность Курман-Газе, ценность его творчества, если мы хотим, чтобы народ больше ценил, больше понимал, мы должны немножко отойти из позиции наблюдать, смотреть на творчество Курман-Газе как на историческую личность и как на то, что происходило вокруг него. Это XIX век. Дело в том, что многие Куи, Курман-Газе такие, как Ксен Ашхан, снятие кандалов, Турмиден Кашхан, убегаю из тюрьмы, да. Куи, тюремные эпопеи, занимают большое место в творчестве Курман-Газе. И когда мы больше уделяем внимание этому, наш фокус остаётся вот в том, что вот Турмиден Кашхан убежал из тюрьмы, значит, это надо играть быстро, и это надо, ну, это значит убегание из тюрьмы, и всё. Дело в том, что подтекст у Куиев намного широк, намного глубок. Мы должны перестать думать о том, что это произведение, созданное в XIX веке, и что да, был такой великий человек, был такой Куи-Шей, и у него были прекрасные Куи. Мы должны понимать, что каждый Куи обращён к нам сейчас, сегодняшним. И даже если Турмиден Кашхан, да, побег из тюрьмы, да, это, может быть, не резонирует с нашей сегодняшней обстановкой. Мы не чувствуем себя в тюрьме, мы чувствуем себя свободными. Но это не говорит конкретно о тюрьме, да, как таковой. Это говорит о жизненных трудностях. В народе Курмаказы называют отцом Кюев, тем самым подчёркивая исключительную роль его творчества в истории национальной музыкальной культуры и поэзии. Стержневые мотивы в его творчестве – это освобождение народа и свобода личности. Композитор прославился как автор инструментальных пьес для Дамбры, то есть Кюев, отличающихся образной выразительностью и совершенством форм. Курмаказы, когда ему было 11 лет, ему повлияло вот этот случай в восстании Букейской орде, который подняли Мохамбет и Сатай Батыры. Тогда Курмаказы было 11 лет. И он хотел, конечно, как и Батыры, поехать туда, тоже восстать с народом, но говорят, что Мохамбет его оставил, что это якобы маленькое. И с того начинается творчество, как композитор Курмаказы. Самый первый Кю является Кю Кишкентай. Кю Кишкентай. Музыка Даже если посмотреть на Ки-Ахсак-Киек, из истории нам известно, что Курмангаза охотился со своим учителем, и там произошла как бы трагедия, хромой сайгак и так далее. И название Ки отражает Ахсак-Киек, хромой сайгак. И в мелодии, в мелодической линии, ритмически, все это очень ярко и очень прям образно, красиво показано. И если мы видим, что это произведение Ахсак-Киек, то мы можем не заметить как бы глубокий подтекст этого Ки-Ахсак-Киек, который означает, что Ахсак-Киек – это не только животное, это не только раненый человек, но это может быть и общество, которое находится перед лицом беды. Понимаете? То есть подтекст, глубокий философский, идейный подтекст, он намного более глубок, чем то, как мы можем воспринимать. До 50-х годов дожила только одна ученица Курмангаза, ее звали Дина Нюрпейсова. Когда ее спрашивали, ну, вот вы видели Курмангаза, самого Курмангаза в 19 веке. Какой он был, как он играл вообще дамбру. И Дина так мягко и светло улыбаясь сказала, что вот вы, например, меня считаете великой кущей, а вот когда учитель играл в Курмангаза, передо мной он как бы превращался в некого ангела музыки. Техника его была, прям словами ее не описать. Но в то время, конечно же, не гнались за техникой, в то время играли только смыслки, сердцем, так, чтобы доходило до слушателей. Как известно, у великих музыкантов не бывает легкой судьбы. Много испытаний выпало и на долю Курмангазы. Обладая крутым, непокорным, бунтарским нравом, кущей острым языком обличал богачей, притеснителей народа, говоря правду в глаза старшинам и чиновникам. За это он и подвергался нескончаемым преследованиям. Композитор стал свидетелем народных восстаний и природных катастроф. Пережившись скитания, на оскорбление Кьюиши создает Кьюисер-Арка, отразивший глубокие думы о независимости, свободе и любви к своей земле. КОНЕЦ Вот если мы берём Кьюисер-Арка, вот как человеку, который впервые его услышал, как ему прочувствовать, как ему понять вот эту глубину, о чём этот Кьюи, в каком порыве он был написан, какой смысл Курмангазы вкладывал в этот Кьюи, вот как научиться это распознать и понять. И вот вы настолько правы, что это действительно какие-то философские произведения, которые вот только присущи казахской народной музыке, вот именно Кьюевой музыке. Ну и что касается Кьюи-Арка, упрощённо «золотая степь» переводят. Но на самом деле «сара», это слово «сара» в казахском языке имеет очень многогранное значение. «Сара» — это как бы больше зрелость, это как мудрость. Именно поэтому вершиной творчества Курмангазы по праву является «сара-арка», потому что большая часть жизни была прожита, и второе слово «арка» — это как бы спина, да? Это как бы то, что осталось у меня за спиной. Другими словами, «сара-арка», если говорить не в прямой перевод, а подтекст, это то, что я прожил, опыт, через который я прошёл, или вот то, что я понял. То есть это вот такой подтекст. То, что я понял в этой жизни. А современен ли этот кюй, на ваш взгляд? Автор этого кюя, великий отец всех кюев Курмангазы, по праву можно называть это классиком тукпи-кюя. А кюй-сара-арка тоже по праву можно называть гимном всей дамбровой музыки на сегодняшний день. Этот кюй облетел все континенты, весь земной шар. Практически не осталось ни одного концерта, где бы не звучал этот кюй. Если взять на примере тот же Карнеги-холл в Нью-Йорке, тот же Колизей в Риме. Облетел весь мир. И говорить о том, что этот кюй не современен, я думаю, что это будет неправильно. Он современен. А вот переложение оркестра в новой интерпретации, я думаю, что он более осовременен. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сарар-Ка именно тот, который, когда его слушаешь, он показывает весь Казахстан, весь вот этот открытый народ, можно узнать об народе, просто сыграть в Сарар-Ку и все. Есть какое-то самое любимое место, отрывок в кюй Сарар-Ка, который вот хочется повторять и повторять для вас? Или это кюй вот как одно целое? Ну, если так сказать, есть одно очень излюбленное место, я его, можно сказать, в отличие от других колен, оно же на несколько колен разделяется, одно колено более такое, оно, знаете, такое, имеет такой характер. Ну, ближе к моему. Но вы можете сыграть и прокомментировать, вот что вот оно, вот как вот оно вас, что вдохновляет? Ну, попробую сейчас вот это место. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, вот этот отрывок, он как будто он выражает часть меня. Кюй – это все-таки его происхождение из медитативной практики. Поэтому, скорее всего, нужно отдаться этому порыву, слушать с открытым сердцем, и все. И тогда вот на подсознательном уровне все равно человек считывает информацию. А информация в Сарарка, она настолько глубока и настолько нужна прямо нам сейчас, потому что, видите, кюй, который был создан в 19 веке, да, он прошел через 20 век, и он пришел уже к нам, да, вот в 21 век, и он очень много менял формы, да. Вот изначально, когда он был сочинен для одной дамбры, ну, вот Жубанов в своей книге говорит, как будто это просится в оркестр, как будто он говорит «Играй меня в оркестре, играй меня в оркестре». А ведь мы знаем же, что есть и переложения, и в различных фортепианах, пьесах, и в хоровых произведениях, какие-то элементы, да, в симфонических произведениях. То есть сама музыка, она вечна. Почему она очень нужна нам сейчас? Потому что она как бы нам показывает этот переход. Видите, я сказала, что сара-арка, арка — это то, что осталось сзади. И вот мы сейчас переходим, да, в 21 век, и наша жизнь как бы тоже меняется. Вот мы же видим, что в обществе очень много происходит перемен, и очень быстрых, и людям очень тяжело как бы бывает адаптироваться к новому. И Кью Курман-Газек как раз он рассказывает о том, как вот этот переход осуществляется. Но вот даже если взять мелодическую линию, там идёт три раза одно и то же, и четвёртый раз прорыв. Опять одно и то же, одно и то же, одно и то же. Это как будто человек бьётся об стенку, бьётся, 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 и сделал прорыв. То есть вот эти вот моменты можно уследить даже в мелодии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музыкальность, то есть вот такая философская составляющая, да, это то, что человек, уже вот следуя из вашего рассказа, человеку, которого действительно прожито десятилетие, и не самые лёгкие десятилетия жизни, и он понимает, что всё равно в жизни можно преодолеть всё, и жизнь – это только вперёд. Несмотря на трудности, несмотря на возраст, это всё равно за любым падением будет взлёт. Вот в этой музыке, да, вот то, что вы говорите, эти повторы, оно прослеживается. Да, и это слышно. В общем-то, люди это слышат. Поэтому я говорю, что нужно просто слушать кюй с открытым сердцем, понимая, что это о нём. Все казахские дамбровые произведения называются одним словом кюй. А вот само слово «произведение», оно немного иное. Всё-таки слово «произведение», оно ближе к европейской музыке. Европейская музыка, она имеет письменные традиции, и она такая, не видоизменяется она. А вот кюй – это уже иное. Она всегда видоизменялась. Она передавалась из учителя к ученику по принципу «Устаж Шекард». Естественно, музыка была на тот момент устной, и вся культура имела импровизационный характер. Естественно, каждое вот это исполнение, даже одного исполнителя, каждый раз менялся вариант кюй. Когда передавали друг от друга, каждый передавал частичку себя. Народный музыкант, певец, певец пламенных песен протеста, автор наполненного светом и любовью к родной степи бессмертного кюя Сырарка, композитор, оказавший неоценимое влияние на развитие казахской народной поэзии и национальной музыкальной культуры. Именно так Курмангазы вошел в историю. Сын бедняка Сакарбая из Букеевской орды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok